Наверняка вы слышали про возбудителя бутулизма, клостридиум бутулином. Клостридиум бутулином является споровой бактерией, палочкой, которая может длительно сохраняться в окружающей среде, например в почве, и с почвой попадать к нам на стол. Само по себе воздействие бутулинического токсина, который выделяется клостридиум бутулином в продукт, не вызывает каких-либо изменений. То есть не меняется цветность продукта, вкус продукта, запах также не изменен, да даже крышка будет не вздуваться. Обычно вздутие – это присоединение бомбаж-банки, это присоединение уже других микробов, не клостридиум бутулином. И в данном случае одним из источников передачи бутулизма для взрослого человека, да и для детей в принципе тоже, это консервированные продукты, особенно домашнего изготовления. Например, чаще это грибы, те, которые контактируют с землей, и если земля была плохо промыта, в земле содержатся споры, мы это запаковываем в банку, закрываем плотно, создаем анаэробные условия, и конечно же это приводит к прорастанию спор в вегетативной клетке, а вегетативные клетки будут уже выделять токсин. Но помимо традиционных консервов, помимо, например, изделий, которые находятся под вакуумом, копченая колбаса, либо фасоль под вакуумом, бобовые, одним из источников бутулизма, для детей, особенно первого года жизни, может служить мед. Казалось бы, очень странный эффект, как мед, который не находится в анаэробных условиях, может вызывать развитие бутулизма. Все очень просто. Пчелы, опыляя цветы, переносят на своих лапках споры к ластридиум бутулином. Эти споры попадают в мед, и попадая к ребенку, например, с прикормом, если женщина использует мед, эти споры могут прорастать у него в организме. То есть неразвитость микрофлоры кишечника приводит к тому, что споры отлично себя чувствуют и прорастают в вегетативную клетку, которая, собственно, продуцирует токсин. И в данном варианте мы как раз видим ребенка, у которого развитие бутулизма новорожденных, и он не может нормально держать шею. Мышцы шеи ослаблены, потому что основное действие бутулинического токсина – это блокировка передачи ацетилхолинового импульса. Блокировка передачи ацетилхолина, и, соответственно, мышцы не сокращаются, мышцы расслабляются. Ребенок не может нормально питаться, резко теряет в весе, он может даже не плакать, потому что голосовые связки также ослабнут. Он может, даже если он уже произносит какие-то отдельные звуки, ничего не произносить. И, конечно же, это должно насторожить и обязательно требует своевременного оказания медицинской помощи, введения противобутулинической сыворотки и соответствующего лечения. Продолжение следует...